Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем выживать на нашем космическом корабле. Задач перед нами стоит немало, надо с ними потихонечку сейчас разбираться, кое-какие задачи уже потихоньку выполняются, но все же есть еще миссии, над которыми мы не начали работать. Ситуация в целом пока не очень плохая, но меня немного настораживает прочность корпуса, потому что мы прекрасно понимаем, как только прочность корпуса упадет до минимума, игра будет завершена. Доверие вроде в плюсе, несмотря на то, что оно чуть-чуть упало, но оно упало, исходя из тех событий, которые с нами происходили, в целом ресурсов хватает, но мы вот-вот с вами начнем уже производить самостоятельно сплавы с помощью завода. Именно такое задание перед нами стоит, и железо мы уже потихоньку накапливаем, но накапливаем, я так понимаю, мы его где-то здесь, наверное, да, но пока что до склада не доехало. Ладно, давайте не будем трепаться, давайте в целом стартовать. Что нам необходимо? Я так понимаю, что для того, чтобы нам добыть с вами криокапсулы и, соответственно, новых людей, нам нужно запустить зонд и найти просто-напросто этих людей где-то в солнечной системе. Сейчас есть задача на Уршанабе, есть у нас такая миссия? Да, вот как раз завершить нужно событие, и давайте туда мы и отправимся. А, у меня вроде уже корабль туда и направлялся, или я что-то не понял? Ну, мы на всякий случай это дело проверили, и это хорошо. Что касается технологий, мы изучаем сейчас с вами аккумуляторы. Такая задача тоже присутствует, два аккумулятора нужно будет построить. Сталилитейный завод, миссия уже в процессе, так как он изучен, и надо его тоже просто где-то организовать. Давайте посмотрим, как это все выглядит, заводы и сталилитейный завод. Ну, мое почтение по размерам, я, если честно, не знаю, куда его ставить. Нам нужно будет сейчас местечко для него выделить, потому что тут вообще ничего не понятно, как бы, куда это организовывать. Ну, сейчас придумаем. Здесь как бы либо сносить кухню, переносить ее и делать в другом месте, либо, я не знаю, либо ставить как-то так, что мне не очень нравится, если честно. У нас здесь как получается по размерам? Тут надо, я не знаю, насколько стоит экономить это место, но, то есть, если мы сделаем вот так, да, то есть, нам нужно дорогу поменять. Ну, не как поменять, а нужно ее просто добавить вот сюда, и здесь у нас влезает еще три жилых здания. Соответственно, вот эта дорога нам просто-напросто будет не нужна, да, потому что здесь у нас влезают домики, и если мы заводик хотим построить, например, вот здесь, то у нас остаются какие-то клетки, которые мы ни под что использовать не можем. Ну, его, в общем, никак не поставишь. Ну, хотя его поставишь вот так, но, а что я буду делать с жилыми домами, по-вашему? Ну, сносить я бы их не очень хотел. Ну, такое, ну, такое. Хотя вот здесь смотрится очень даже неплохо, прямо я бы сказал хорошо. Может быть, стоит тогда подумать насчет того, чтобы я один домик все-таки перестроил вот сюда, и тогда вот этот бы удалил. Здесь жители... Вообще, сколько у нас домов жилых? Давайте смотреть, где это можно понаблюдать-то? Вот здесь у нас 210-204 человека, то есть, в любом случае, сначала дом надо построить, и потом уже тогда сносить вот этот. Давайте также отправимся вот сюда, и закажем еще один зонд. Он стоит 3 полимера, себе такое позволить мы можем, тем более мы привезли полимеры, и не можем их пока загрузить, потому что место на складах закончилось. Что касается накормленных людей, я так понял, что просто надо подождать, и их накормят, потому что еда у нас присутствует в нормальном количестве, но думаю, что в скором времени, так как мы будем добывать криокапсулы, количество ферм придется увеличивать, так или иначе. Что вообще по технологиям есть интересное? Ну вот нам надо вот это, да? Я так понимаю, после вот этого, как поставить в очередь? Мы вроде там с вами определились, вот таким вот образом. Давайте добавлять, не вижу смысла ждать, пускай и само потихонечку изучается, а то в какой-то момент я могу забыть. Домик достаточно быстро организовали, и это значит, что мы сейчас господинов будем перевозить. Электричество еще с ракет имеется, давайте, ребята, мы с вами переезжаем, к сожалению, или к счастью, но вы вроде все еще остаетесь счастливыми. Давайте вот сюда зайдем и посмотрим. Да, ровно столько же места осталось, все нормально, все нам засчитали, тогда будем корректировать дороги. То есть вот эти дороги нам не нужны, вот эти дороги нам не нужны. Ну и здесь будем что-то придумывать. Я думаю, что это нормальное место для завода, охренеть, как много места он занимает на самом деле. Но все же я хочу его построить именно вот сюда. Ну и здесь получается... Слушайте, а вот сюда дом еще влезает, а здесь просто можно дорогу... Ага, погоди-ка, а может быть не надо его сносить? Знаете, что мне в голову пришло? Нет, не сносить, отменить, уничтожение. Я подумала, что если здесь же есть вот такая вот штукенца, и вот вам дорога. То есть не обязательно делать дороги прямо максимально, да? Вы поняли, о чем я? То есть в принципе дом можно было и не сносить. Ну, как бы я не знаю, некоторые моменты не понимаю, поэтому мы над этим работаем. Но тут знаете, в чем проблема есть? Проблема есть в том, что у нас вот здесь процессоры, а они понадобятся вот тут. Но отсюда их не привезут, и нам нужно обязательно построить под это дело склад, соответственно. Куда строить склад? Вопрос тоже достаточно хороший. Я пока что не придумал. Я думаю, что вот что мы сделаем. Мы с вами возьмем сейчас еще один жилой дом, вот сюда поставим. Я думаю, что нормальное для него место. И вот этот дом я отсюда выпилю, да? Помещается? Погоди, или не помещается? У меня неправильно стоит кухня, вот в чем проблема. Здесь я накосячил, конечно. Ну-ка, дай попробую. Погоди. Ну, дом в любом случае туда ставить придется. Склад, и да, он сюда не влезает. Сволочь такая. Ну, можно вот здесь построить склад. Ну, может быть, и не стоит так упарываться вместо. Давайте сделаем здесь парочку складов. Мы скажем им, ребята, вот здесь... Хотя нет, давайте один, он же электричество кушает. Вот здесь мы будем хранить с вами вот эту историю, а вот здесь мы эту историю хранить больше не будем. Здесь мы будем хранить процессоры, например, да, как вариант. И я надеюсь, что они все-таки перевезут. Какое-то событие, давайте глянем. Администратор. Нагрузка, нанесущая конструкции Сектор 1, почти достигла максимальной величины. Более того, скоро потребуются новые объекты инфраструктуры, так что следует открыть новый сектор. Изначально сектора запрограммированы так, что автоматически открываются по завершению миссии в системе Проксимы Центавра. Поскольку миссия Текуна изменилась, это огречение можно обойти вручную, переопределив алгоритмы блокировки ворот. Пообещать открыть новый сектор в течение 10 циклов и пока что не обещать ничего. Давайте пообещаем открыть. Я думаю, что они обрадуются. Значит, задача какова? Вот она появилась. Проведите дорогу к воротам Сектора 1. Но это же Сектор 1. Я так понимаю, к Сектору 2, наверное. Но мы поняли, что здесь могут быть проблемы с переводом. Но вот здесь у нас Сектор 2. Смотрите, стоит это вот такого количества ресурсов. И здесь у нас стоит это, ну, ровно такого же количества. То есть, в целом ничего не меняется. Ну, время у нас в целом есть, но хотя можно, наверное, и подвезти. Туда люди еще пойдут, но нам надо вот так дорогу делать тогда сразу же, да? Хотя, может, не обязательно, потому что, может быть, и одной будет достаточно. Я не знаю, мы какие-то дороги перегородили. Короче, пока что подведем одну. Я думаю, что ничего страшного не произойдет. Надо не забывать еще про космос. Значит, здесь мы прилетели и читаем. Наши датчики засекли Уршанаби. Корабль разломлен надвое. И от него не поступает никаких сигналов. Стены внутри космического судна Уршанаби исписаны лозунгами. Пособники Долос – враги человечества. Снаружи корпус усеян мумифицированными телами. Ну, здесь все плохо, судя по всему. Давайте тогда расследовать эту всю историю. Какие у нас варианты? И у нас появился с вами зонд. Давайте посканируем на паузе, да, наверное, только. Значит, нам нужно найти криокапсулу. И вообще, нам бы еще очки науки не помешали. О, нифига себе, я сразу попал. Ну, в общем, там, где суперзеленое, там, соответственно, есть что-то. Вот. Вот здесь что-то есть, да? А я не очень понимаю, вот за вот эти пределы, видите, вот этого астероида, астероидного пояса мы можем вообще вылезать? Или пока не стоит? О, вот здесь что-то есть, да? Где я поймал? Вот сюда хотим. Хотим вот сюда. Вот здесь прямо засветилось зеленым. Это нам нравится. Что у нас здесь? Здесь у нас пока забор идет, не идет, потому что нечего собирать. Кораблик добывает нам железо. Ну, в целом, нас все устраивает. Ждем здесь 0.8 от цикла. И уже сможем тогда что-нибудь прожать. Наверное, в скором времени также понадобится еще дополнительное электричество. Завод очень долго строят. Я даже не знаю, может быть, еще господинов строителей сделать, но не уверен, что стоит. Хватит ли нам работникам? Давайте читать, что здесь у нас. На корабле еще много еды. Надеюсь, срок годности еще не закончился. Все подготовлено к транспортировке. Ну, еда нам нравится. Наверное, нам надо зайти вот сюда и прожать. А здесь уже прожато. То есть он соберет эту пищу и привезет ее к нам на базу. Что, несомненно, хорошо. Значит, в чем у меня вопрос? Вот если мы наведем сюда, здесь видно, что мы пока что в плюсе по ремонту. Но, минус 8 из-за открытых секторов. Пока что сектор 1. Сейчас мы планируем открыть второй сектор. И, соответственно, будет еще минус 8. Минус 28. Плюс 5. Но, видно, ресурсов не было. Их довезли. Короче, получается, что нам нужно сделать так, чтобы ремонт шел быстрее. А чтобы это сделать, скорее всего, нам понадобится еще одна вот такая фиговина, которую мы должны уже будем построить в новом секторе. Если я все правильно понял. Крио-центр мы тоже разблокировали. Нам также просят построить аккумуляторы. Вот мне интересно, аккумуляторы тратят ли на себя каких-нибудь работников. Нет, работников они не тратят. Здесь влезает аккумулятор. Но нам нужно 2. Давайте 2 сделаем вот так, например. Здесь проведем дорогу. Пускай потихоньку строят. У нас входящее сообщение. Администратору мы получаем сигналы на аварийной частоте Долос со станции Внеземная Надежда. Согласно протоколу Долос, в случае сбоя критически важных систем администраторы должны немедленно связаться с ближайшим объектом Долос. На станции Внезапная Надежда наверняка можно найти ресурсы и технологии, которые помогут починить поврежденный двигатель. Вас понял. Это новая задача, если я все правильно осознал. Доложите. Че? Да, доложите в Долос. Но пока докладывать некому. Я так понимаю, что мне надо вот сюда нажимать, потому что время идет, осталось 6 циклов. И мы можем, так сказать, не успеть. Что касается спутника нашего, не спутника, а зонда. Зонд куда-то прилетел, и он нашел нам Венеру, да? Мы пока не можем туда ничего сделать, потому что нам нужно туда корабль отправить. Давайте тогда отправим. Здесь уже, в принципе, все завершено. Осталось только собрать ресурсы с помощью грузового корабля, поэтому надо просто подождать. У нас также появился криоцентр, и я так думаю, что нам надо его заранее построить. Давайте закажем вот сюда. Почему именно здесь? Потому что здесь влезает еще два склада, что тоже, конечно же, неплохо. Что-то они не очень там освобождают. А, сюда уже начали... А, погоди! А я что-то вообще туплю, да? То есть я могу несколько ресурсов сюда указывать. Ничего себе история, а я не знал. Я думал, под отдельный склад отдельный ресурс. То есть вот этот склад в целом-то не очень был нужен. Ну, разгрузим. Ладно, корабль, ничего страшного. Подпищу ресурс, точнее склад есть. И, собственно, надо просто ее вывести. Ну, тогда все хорошо. Эта задача выполняется. Эта задача выполняется. Здесь мы в процессе выполнения. Вот это мы пока не нашли. Я так понимаю, нам еще один зонд нужно построить. Давайте это сделаем. И добыть железо. Железо добывается, это тоже вопрос времени. Что происходит у нас на карте? Мы прилетели на Венеру, давайте смотреть. Сводка разведданных о сканировании Венеры. По данным зонда, под поверхностью Венеры находится горнодобывающая и промышленная инфраструктура. Согласно отчетам разведывательной команды, под поверхностью найдены объекты старой горнодобывающей инфраструктуры, соединенные с большой сборочной линией. Несмотря на то, что объект разграблен, сборочная линия в рабочем состоянии. В зоне обнаружены многочисленные муифицированные тела. Похоже, что изначально на линии изготавливали фотонные паруса. По мнению инженеров Тикуна, после небольшой модернизации можно будет возобновить производство. Итак, мы можем сюда привезти 10 единиц и модернизировать сборочную линию, либо ее наоборот разобрать, покинуть. Но покидать не будем. Давайте, наверное, попробуем модернизировать. И вот этому кораблю мы скажем, что он привезет сюда ресурсы. Отправить корабль привезти? Ну давайте отправим. Это займет какое-то время, судя по всему, но я надеюсь, что не зря. Возвращаемся на корабль. У нас тут что-то произошло. Это сооружение повреждено, его нужно отремонтировать. Ну начинается. Что у вас тут происходит? Произошла авария в сооружении «Малый склад». Согласно диагностической модели, аварии могут быть вызваны неудовлетворительными условиями труда и перегрузками по мощности. В крупных сооружениях могут возникать довольно серьезные аварии. Пообещать отремонтировать сооружение в течение 10 циклов и следить за оптимальной работой. Ну давай попробуем. Потому что я не хочу отказывать. Ну, как я понял, это связано с тем, что у нас с вами, видите, не хватает рабочих. Рабочие уехали в этот сектор, да? Или чего? Здесь чего-то не хватает. Здесь не хватает немного железа. Железо, я думаю, сейчас подвезут. Короче, куча всяких разных задач. И на самом деле уже становится чуть сложнее, чем было раньше. Но я думаю, что мы справимся. Постройте нам, пожалуйста, аккумулятор. Мы выполним хотя бы одну задачу. Новый сектор разблокирован. Здесь тоже куча всего. И нам нужно будет сейчас эту кучу всего, в общем, как-то собрать. Что здесь у нас происходит? Новый сектор открыт. Это исторический момент для корпорации. Ну, это замечательно. Плюс 10 к доверию. И это радует, на самом деле. Доверие на максимуме. А вот корпус что-то начинает страдать. Я не знаю, с чем это может быть связано. А, хотя знаю. 65%. Нам, короче, люди нужны. Очень нужны люди. Давайте посмотрим, как здесь дела. Ну, корабль сюда только приехал. Я надеюсь, что мы сможем криокапсулу найти. Зонд еще один я в целом заказал. Давайте попробуем его запустить. Тут мы все нашли, то, что могли. Вот, вот здесь. Но это далеко. Это очень далеко. То есть, прямо за пределами нашей солнечной системы, да? Или как это можно это так назвать? Я хочу людей. Короче, я хочу найти людей. И как мне найти этот гребаный долос? А, вот задание, да? Я так понимаю. И вот на него нужна операция. И тогда мы сможем с вами найти то самое место. Но это, на самом деле, не точно. Это супер далеко. И я не знаю, что с этим делать. Но вот здесь тоже супер зеленое. Давайте вызовем сюда. Так, малый склад починили. Время пошло. Нам нужно поддержать. Железо добыли. Задача выполнена. Заберите пищу. Забираем. Задача выполнена. Давайте тогда работать с этим сектором. Видите, в этом секторе теперь есть проблемы. В том секторе пока что проблемы не наблюдаются. Значит, мы подведем сюда какие-то дороги для того, чтобы что-то собрать. Нам нужно будет построить здесь склад, насколько я понимаю. И господинов строителей, да? Блин, давайте померяем. Вообще получается здесь что-то? Ну вот, я не понимаю. Вот этот занимает вот столько места. Четыре клетки. Соответственно, если я делаю склад, то вот раз. Два. Ага, и ровно влезает. Слушайте, мне нравится такой вариант. Но дорога будет одна, потому что там все остальное загорожено, к сожалению. Может быть и не к сожалению. Может быть это не так важно. Потом узнаем. Построим вот эту штучку. Построим вот эту штучку. И почему-то они сразу построились, да? Я чего-то не знаю или чего-то не понимаю. Надо, кстати, будет электричеством сейчас еще заняться. Ну, в общем, подводим вот так. И здесь у нас, видите, 40 людей переселилось вот из этого сектора. Короче, я понял. Это проблемка сейчас будет, да? То есть, ну, проблемка не в том, что как бы люди переселились, а в том, что теперь там не хватает. Здесь-то, понятное дело, пока достаточно. И здесь людям нужно обустраивать, так скажем, все заново. То есть, я должен им сюда построить столовую, например. Да? Ну да. А что делать-то? Хотя, погоди, знаешь что? Нет, сюда не будем ставить. Отменить. Она сразу построилась? Блин, она сразу построилась. Вот почему это так происходит? Давайте тогда здесь еще хранить полимеры, чтобы их выгрузили. А что здесь случилось у нас? Многие члены экипажа не доедают. Согласно предирективной теоретической модели, снижение эффективности труда составит 23%, если люди будут голодать слишком долго. Этот показатель и вовсе упадет до 75%, а рост девиантного поведения на борту текуна усилится. Что нужно сделать? Пообещать, что в секторе 1 будет 32 единицы пищи в течение 20 циклов. Я думаю, что это можно сделать, и мы этим займемся, но только чуть-чуть позже. Хотя у нас, в принципе, уже сколько? Где эта задача? Она просто не появилась, да? Пока я правильно понимаю. Да, я понимаю правильно. Ну, странно, ладно, не знаю. Не знаю, что у них тут происходит. Аварии вроде вижу, а остальное что-то не появляется. Может быть, она что-то забаговалась? Я хрен его знает. Давайте, в общем, вернемся вот сюда. Как у нас тут дела? 2,6 цикла еще нужно ждать. В целом тут вопросов не имеем. Давайте посмотрим тогда еще вот здесь, что у нас к чему. Не появилось что-то никого. Блин, а как так-то? А где мне взять тогда гребаных людей? Еще одна задача выполненная, и меня это, черт возьми, радует. Я думал, что мы сейчас что-нибудь сломаем опять, и ничего не получится. Ладно, ждем тогда строительство базы вот здесь. Осталось полтора цикла. И знаете, чем займемся? А займемся мы внешним строительством, потому что электричество подходит как бы к пределу. И этот вопрос надо исправлять. Какие варианты? Плюс 45 за 45 полимеров и один процессор. А здесь что? Здесь только полимеры на 40 энергии. Давайте пока вот это вот построим. Прочность корпуса, да, идет просто нахрен. Короче, я понял, над этим тоже сейчас надо будет поработать. Мне нужно тогда будет вот этот домик здесь строить, иначе мы не вывезем просто. А там уже места нету, к сожалению. Поэтому будем пользоваться этим местом. Собираем ресурсы, освобождаем площадку в целом. Здесь тоже начнем собирать. Склад пока что один. Но это опять же можно исправить. И надо здесь жилье им построить, чтобы они были довольны. Да, давайте, наверное... Блин, нет, наверное, я борщу. Наверное, я борщу, у меня электричество столько. Я все время забываю, что склад тратит электроэнергию. Вот реально, прямо все время. Вот почему он сразу строится, я понять не могу. Как это все нахрен у вас работает? Здесь теперь у нас хранится пища, и в целом это хорошо. Какое-то количество мы сюда перевезли после того, как построили вот этот проход. Но я вижу, что энергия подходит к концу, поэтому строить пока больше ничего нельзя. Как у тебя дела, братишка? Рассказывай. Рассказывай. 25 мы нашли криокапсул и 30 единиц науки. Мне нравится. Собираем. Единственное, что мне надо указать... Да, мне вот здесь надо нажать кнопочку, и тогда мы соберем. Летать до хрена. Летать до хрена. А я могу его как бы переместить же, да? Так давайте тогда переместим. Или что-то там будет тратиться, да? А, у меня должен быть выбран объект. То есть мне надо вот сюда. Давайте прочитаем. 2.1 цикл на экосистеме направлена вся энергия. Магистральные сети питаются от аккумуляторов. 2.1 цикла. А у меня, получается, нет такого количества аккумуляторов, которые это вывезут. У меня аккумуляторы на 0.7 цикла только, видите? И они потихоньку заряжаются. Но тогда надо подождать. Давайте займемся дальше вторым сектором. Нам здесь по-любому понадобятся дороги для того, чтобы собрать все вот эти ресурсы. Надо сейчас будет на складах место обозначать. Давайте, наверное, вот так сделаем. Пока что и тормознем. Вот это собираем. Можно в целом сразу ему сказать, чтобы вот сюда вы завезли процессоров. Да? Нормальная же тема. Туда склад влезает. Мы вроде определились. Отлично. Кусочек разобрали. Нужны жилые дома. Давайте потратимся тогда на жилые дома. Давайте поставим... Сколько здесь? 40 человек. Нам 3 дома надо, получается. 1, 2, ну и 3, соответственно. Пока что больше строить не хочу. Лишнее точно ни к чему. Людей все равно там нету. Мы с вами ожидаем сейчас криокапсулы. Так как мы можем их вот здесь разморозить, то нам нужно их сначала завести на склад. Давайте здесь обозначим тогда место железа. А нет, так нельзя делать. То есть вместе криокапсулы не могут храниться, да? Тогда здесь была ошибка на самом деле, что я вот так сделал. И здание бахнуло прямо на наших глазах. Ладно, сейчас они ресурсы перевезут туда. Давайте тогда здесь хранить криокапсулы в отдельном вот этом складе. Что-то меня игра тут прикалывает вообще. Не говорит, не подсоединено ни к одному складу. Очень странная история. Вроде дорога здесь есть, и у него выход туда присутствует. Видите, вот стрелочки. Я не понимаю. То есть зелененьким горит. Но, говорит, к складу не подключено. Какой-то бред, если честно. В этом секторе мы проблемы почти решили с жильем. Осталось еще решить проблему только с тем, что у нас люди болеют. Но это вопрос такой как бы решаемый. Доверие нормально. Корпус очень беспокоит. Очень беспокоит. И вроде привезли криокапсулу. Вот давайте-ка, ребята, тогда вот сюда эти криокапсулу завезем с вами. Нам сейчас они очень нужны. И они будут размораживать их, да? Да, вот все. Пошла разморозка. Потихонечку людей мы готовим. Что здесь вообще к чему? Я, если честно, не знаю. Работающие, не работающие. Не понимаю я пока, как это работает. Но надо разморозить людей. То есть нам нужно сюда с вами заселить такое количество людей, чтобы их стало рабочих 178. И тогда здесь ситуация нормализуется. И все будет максимально эффективно работать. А что у меня железа нету больше? Может быть надо его где-то добыть? Как мне это сделать? Мне нужно сказать вот этому кораблю, что он не может ничего сделать, потому что у меня ничего не разведано. Нам нужен зонт еще один. А куда мы с вами прыгнули? О, мы Марс нашли. Классно. Но мы же в принципе знали, что он здесь. Достаточно странная история. Типа мы изначально знали, а потом такие нашли снова. Один могу только строить, да? Жаль. Я бы в очередь заказал парочку и сразу бы раскидал их. Посмотрел бы что к чему. Смотрите, в этом секторе проблемы нет, но здесь нету производства еды. Так как здесь людей мало, я не туда зашел, надо построить хотя бы одну вот эту хреновину и добывать эту пищу. Блин, а здесь не очень получается хорошо, да? А здесь получается ли хорошо? Я не могу понять. То есть если я поставлю вот так, это вот где-то здесь, да, стану... А, вот здесь, да, тоже не получается. Классно, здорово. Мне нравятся размеры зданий. Они прямо были сделаны так, чтобы ни хрена не получалось. Давайте вот сюда одну приделаем, потому что нам в любом случае это нужно. Я не понимаю, что меня бесит игра по поводу склада. В чем прикол-то? Я что-то понять не могу. А, я переключил. Вот оно что. Все, да, понял. Тогда прожимаем вот эти кнопочки, пускай собирают. Понятно, еще один склад нам точно нужен. Я процессоры хочу собрать. Я что-то подумал, что может быть два ресурса, а один просто отключается и больше не завозится. И завозится только второй. Теперь вопрос у меня снят. По крайней мере, буду в курсе. Что у нас по идее? Задание, кстати, так и не появилось. Это какой-то баг или фича. Я даже не знаю, что у нас по жильцам. У нас 162. И мы почти пришли к тому значению, которое нам необходимо. Что мы теперь точно знаем? Нам нужны еще аккумуляторы для того, чтобы вот здесь набрать как бы нужное количество. Аккумулятор идет на одну зону. То есть вы хотите сказать, что нам нужно в двух зонах ставить аккумуляторы? Я думал, что это было бы логично на общее иметь какое-то значение для двух кораблей. Но я вижу, что здесь, кстати, с едой начались проблемы. Надо срочно построить еще какие-то источники пищи. Каким образом это лучше будет сделать? Вопрос тоже достаточно интересный. Я пока ума не приложу. Может быть, как-то так сделать? Раз, два, но не получается. Туда склад не влезает тогда. Что здесь у нас? Здесь тоже проезды в другой корпус. Тоже неправильно. Да, вот это вот головоломка. Короче, я решил не париться. Поставил вот так здесь место для жилых зданий, если что, осталось. Сюда пока не знаю, что приделать. Будем смотреть уже по ситуации. Прочность корпуса пока что оставляет желать лучшего. Мы разгребаем склады. Место, я так понимаю, сейчас подзакончится, да, уже или чего? Но это все разобрано так. Нам надо тогда, получается, дальше поехать. Давайте прямо вот так сделаем. Дорога халявная. Это меня, несомненно, радует. По проблемам. Немножко больных. Я не построил им, кстати, медпункт. Наверное, стоит это сделать. Знаете, что надо сделать, мне кажется? Надо вот сюда провести дорогу. Вот это все залутать. И здесь делать еще одну хренотень, которая будет корпус ремонтировать. Иначе, действительно, мы скоро просто сломаемся. Венеру мы залутали. Тогда отправляемся прямиком на Марс. Здесь мы какие-то ресурсы начали собирать. О чем мы там нашли? Я даже не знаю. Просто так летает туда-сюда. Ну, пускай летает. Хочется ему. Это вроде тоже бесплатно. Меня это не парит особо. Ну, вроде мне нравится то, что происходит. Есть, как бы, некоторые вопросы, но на них сразу находятся ответы. Я думаю, что сейчас будет пора нам потихонечку добавлять еще одну штукенцию, потому что электричество будет тратиться достаточно много. Здесь добавляем. И, соответственно, работники понадобятся, что тоже меня немножко пугает. Потому что работников мы до сих пор не добрали. И здесь эффективно 75%. А нам нужна соточка, чтобы получать хотя бы какой-то плюс. Видите, мы сейчас застряли на месте, и ничего не происходит. Малый склад не работает. Где он не работает? Вот здесь. Ну, здесь процессоры будут. Так или иначе. Вот это все мы, конечно же, лутаем. Давайте пойдем вот таким вот образом. Потому что это место, как мы и договорились, надо освобождать. Я же вроде сделал еще один зонт. Или мне показалось? Нет, мне не показалось. Давайте железо найдем на карте. Зонт, иди сюда. И мы тебя будем отправлять. Слушайте, а здесь на солнце кто-то есть, что ли? Или мне кажется? Ну, вот здесь кто-то есть. А это что такое красное? Я не знаю. Что такое красное? Но мне говорят, вот здесь есть еще наука и люди. А нам надо? Ну, давайте возьмем, посмотрим. Странно, конечно. А, красное это мой корабль. Ну все, буду в курсе. Так, этого господина отправили. Здесь ремонтируем поломку. Что нам остается? Нам остается подумать, наверное, еще насчет того, какие технологии мы хотим. Потому что непонятно. Вот стабильность добавляет памятник. Достаточно хорошая вещица. Вот стабильность тоже добавляет центр альтернативной жизни. Ну, из таких зданий вот станция полимеров, да, из углерода и станция электроники, соответственно, из кремния. Ресурсы эти мы можем найти на карте. Нам здесь как бы по-любому все изучать придется, поэтому надо понять просто, что приоритетнее. Полимеров вроде много, электроники вроде мало. Давайте изучим пока вот эту вот штуку, потому что мне кажется, это нормальная тема. Но нам не хватит. Нам не хватит, к сожалению. Но мы сейчас с вами на Марсе, скорее всего, добудем еще. Марс комплекс Куата. На планете обнаружен старый неиспользуемый объект под названием комплекс Куата. На территории окружающей комплекс Куата видны следы битвы, а сам комплекс разграблен. Объекты почти полностью засыпало марсианским песком. Из-за этого будет трудно добыть какие-либо ресурсы или информацию. Для проникновения в систему комплекса можно использовать имеющиеся коды доступа до Лос. Итак, у нас есть варианты осмотреть, у нас есть варианты сразу использовать коды. Давайте пока что осмотримся, торопиться не будем. Потому что почему бы и нет. Мы никуда действительно не торопимся. Значит, здесь склад починили. Я вижу, что два осталось господина. И господинов привозят еще. А откуда их привозят, дайте я посмотрю. Их привозят с Марса уже, что ли? Или как это работает? Типа мы обнаружили Марс, и оттуда сразу ресурсы повезли. Ресурсы, в том числе, в виде населения. Надо глянуть. 166, надо уже 194. Но это потому, что я два дома добавил. Может быть, два было и слишком. Но уже что сделано, то сделано. Также мы с вами обнаружили Меркурий. Не думаю, что он мне сейчас необходим. Я думаю, что я хочу еще зонт. Мы будем тратить потихоньку полимеры на это дело. Полимеры, кстати, не бесконечные. Вот это все, что у нас есть. Надо будет искать кремний и начинать полимеры производить. Что-то здесь мигнуло, что у нас не хватает домов. Да, я правильно понимаю? Ну, это вообще логично, потому что люди-то размораживаются. Домов, соответственно, не хватает. Ну, а вот что мне здесь делать? Вот узнать бы, какого размера площадь, да, еще. Было бы тоже неплохо. В общем, нам нужны очки науки, чтобы эту площадь замерить. Сюда в любом случае я дом жилой поставлю. Не вижу смысла себе в этом отказывать. Здесь мы разместили все красиво. Мне нравится. По месту, по крайней мере. Прочность корпуса плюс один. Но это хоть что-то. Как здесь дела, ребята, у вас? Еда производится. Здесь заполнилась. И мы не можем ничего, соответственно, с этим поделать. Процессоры мы не собираем. Ладно, давайте тогда железо соберем. Хрен с ним, с этим процессорами. Мне нужно территорию освобождать. Давайте запустим зонд. Он у меня готов. Что мы будем искать на этот раз? Погодите-ка. Нет, нельзя. Я думал, можно что-то нажать, но нельзя. Видите, я просто вот здесь увидел значок. Мы будем искать, наверное, железо, да? 496 это на корабле у меня? Не может быть такого. Не может быть такого. Ну-ка, погоди. Я все правильно понимаю? Здесь ничего нету. Здесь ноль. Ну, значит, точно не может быть такого. Наверное, это в системе имеется в виду. И как только ресурсы здесь закончатся, нам придется ехать дальше. Вот здесь зелененькое железо. Что, здесь еще, что ли, жизни какие-то есть? Жизни какие-то. Давайте найдем место с железом. Желательно недалеко. Есть такое? Да хотя в целом это не занимает какое-то огромное количество времени. Ну вот, я нашел место с железом. Давайте его разведаем. Я тогда закажу сразу еще один зонд. Но с полимерами все-таки надо поаккуратнее. Возможно, сейчас появятся какие-то здания, которые их потребуют. Научный корабль явно что-то хочет. Ну давай посмотрим, что у тебя там происходит, дружище. Он, короче, здесь что-то нашел. Давайте соберем и скажем ему, что мы хотим теперь использовать вот эти коды. На это уйдет какое-то время, само собой. Ну я не стал там читать, что мы нашли. Там и так понятно, нашли мы с вами процессоров, да? Я же правильно понял, процессоров мы нашли. Ну вот чуть-чуть нашли, да. Замечательно. Сейчас их к нам привезут. Но для этого задания, видите, надо очень много всего исследовать. Я не очень понял, где вот это найти. Найти станцию Долос. Ну, рано или поздно, наверное, мы на нее наткнемся. Сейчас наша задача сделать так, чтобы все работало как часы. Места хватает на складе. Места хватает на складе. Сейчас вот эта штукенция разберется. И что бы я хотел бы? Наверное, я хотел бы понять, как у меня пойдет дорога. Значит, здание 3х3. Правильно же. То есть дорога пойдет у меня вот здесь. И дальше мы пофигачим куда-то в этом направлении. Сейчас вот эта последняя штучка уедет. Давайте вот эту уберем. Да я не знаю. Наверное, вот эту мы, наверное, уберем в первую очередь. Это-то хрен ты с ним. Не так это важно. Еда производится. Жилье есть. Людей достаточно. Здесь все прям хорошо. Единственное, они болеют. Давайте им построим тогда санчасть. Санчасть мы построим. О, слушайте, а вот это идеально, кстати. Знаете почему? Потому что по размеру подошло. Не знаю, что сюда делать, ставить, строить. Но мы что-нибудь придумаем. И типа вот таким вот образом можно это все дело закруглить, заквадратить. Ну что-то опять бомбануло, потому что у нас не хватает работников. Какого хрена жилые дома взрываются, я не знаю. У меня здесь сколько чего? Ничего, нисколько. Да, сюда ничего не привезли. Привезите сюда железо, пожалуйста. У меня заканчиваются сплавы, кстати. Погоди-ка, у меня уже закончились сплавы. Вот это новости. Хорошо, что я за железом поехал, а я могу уже железо получить? Да, мы разведали, и этот господин добывает. Вот это прикол. Мне нужна логистика какая-то. Вот это она, да, я так понимаю. Что мы можем здесь делать? Вот мы берем, например, с вами железо сплава. И говорим, что здесь нам надо максимум иметь хотя бы 60. А в секторе 2, что мы говорим? Мы говорим, что здесь максимум, ну пускай будет 60. А здесь 99, и мы продолжаем собирать. Снимаем с паузы и смотрим, что происходит. Появляются ли здесь у нас теперь материалы? Или не появляются? Я, если честно, не знаю, как это работает. Во, машинки поехали. Все, вроде разобрались тогда. Понятно. Короче, нужно с помощью этих штукенций держать баланс между всеми секторами. Что-то можно сделать, да? Я правильно понимаю? Да, вот здесь можно посмотреть. Благодаря кодам довольно быстро открыли и зашли внутрь комплекса. Ну хорошо, тогда разобрать конструкцию получается. И Марс будет полностью залутан. Остается Меркурий, ну и остается, соответственно, еще какие-то искать места. Давайте поищем с помощью зонда. Потому что, ну а какие у нас варианты? Надо искать. Нужно ли нам еще железо? Я пока не понимаю. Нужен ли нам вот этот кремний уже? Слушайте, да, наверное, надо все ресурсы потихонечку лутать. Где-то здесь много железа или показалось? Да, это вот где-то там. Это где-то там. А вот здесь... Погоди, ну здесь мы собираем? Да, или это еще одно месторождение? Здесь есть сразу все. Ну не все, но хотя бы два ресурса. Пускай, короче, летит, разъедывает. Нам в любом случае нужны потихонечку все ресурсы. Так как железо действительно меня сейчас напрягло. Я, если честно, даже не ожидал, что так может получиться. Но, оказывается, за этим надо следить. Поэтому ждем первую поставку сырого железа. Я не знаю, мне написали в комментариях про оптимизацию этой игры. Я вот что-то вспомнил сейчас об этом. Не вижу никакой проблемы. Вижу проблемы в том, что у меня корпус ломается. И вот это действительно как бы беда. Я не знаю пока что с этим сделать. Завод еще один, наверное, я не хочу. Производит 15 из 15. То есть, судя по всему, заводов нам понадобится сделать еще. Ибо этого просто-напросто будет не хватать. То есть, каждый сектор, он живет отдельной жизнью. На самом деле, мне не очень такой вариант нравится. Это отдельно контролить каждый. Вот железо приехало. И мы сейчас начнем с вами потихоньку производить. Зон завершил сканирование. Давайте тоже на это глянем. Ибо интересно, мы что-то нашли, да? Вот здесь мы сейчас добываем с вами. Здесь железо. А здесь у нас тоже железо 467. Ну, в общем, нормальная тема. Но надо будет обязательно, обязательно. А здесь что такое? Слушайте, а здесь тоже железо. Погоди-ка, погоди-ка. То есть, этот один господин добывает. И вот это вот добытый ресурс. Точнее, нужно добыть ресурс вот этот. А вот это сколько он добыл. И только после этого грузовой корабль перевозит. Я, как бы, опять же, этого не знал. Но вот мы разобрались. Давайте посмотрим, что у нас по электричеству. Потому что темка актуальная. Ну, вот еще 15 этих штукенций потратим, да? Давайте потратим, наверное. Потому что они у нас, как бы, есть. А мы будем, как бы, готовы заранее. И, если что, будем просто дальше строиться. Ну, все, ресурс пошел. Производство началось. Меня это радует. Не понял я вот насчет отходов. Но вот мне говорят, отходы идут вот сюда. И за счет отходов, да, производится один раз. Че? А здесь вообще производится это, оказывается? Я думал, мы это только собираем. Да, действительно, что-то произвелось. И хорошо. Или этот корабль начал собирать. Но технология изучена. Давайте глядеть. У нас есть теперь фабрика электроники. Выглядит она вот так. Опять же, охреневших размеров. Я просто в шоке, если честно, с размеров некоторых зданий. Но мы будем, по крайней мере, в курсе. Здесь опять что-то случилось. Работников до сих пор не хватает. Ну, понятно, здесь все в стиле Фрост Панка. Постоянно будут какие-то сложности, которые надо решать просто без остановки. Ну, я так понимаю, здесь истыковочную всю эту историю надо ставить. Потом уже там людей размораживать и переселять. Ну, я, наверное, сейчас не буду этого делать. Не вижу смысла. Но железо нам нужно в увеличенном количестве. Это точно. Хотя вот здесь его стало достаточно много, да? То есть, получается, оно сейчас будет балансироваться. Я могу вообще вот так вот сделать. Здесь должно быть 60. Здесь должно быть, ну, пускай будет, не знаю. Давайте тоже там 75 оставим. Вот так. И, соответственно, все, что лишнее здесь, оно уедет туда. И будет там использоваться. Что в целом логично. Что у нас на карте произошло? Я вижу, что что-то мигает. Все, здесь задача выполнена. Все готово к эвакуации. Завершить протоколы обслуживания. Это мы собираем, соответственно. Что здесь осталось собрать? 50 капсул и 9 полимеров. Что, несомненно, классно. Ну, а мы отправляемся тем временем на Меркурий. Потихоньку будем лутаться дальше. Здесь, наверное, мы тоже должны что-то сейчас с вами организовать. Значит, это все работает. Электричество есть. Построилось. Мы должны с вами думать насчет того завода, который у нас не построен. Но здесь какое-то событие. Его надо обязательно посмотреть. Да, но тут только вопрос в том, что стоит она как самолет. Стоит она до хрена, да? Сколько она там еще раз стоит? 70, 90, 90. Вы охренели, что ли? Ну, давайте строить. Ладно, я не вижу какого-то варианта. Если мы не начнем ремонтировать, то вся наша миссия действительно улетит к чертовой матери. Строить это... Ой-ой-ой, стопе, стопе, стопе. Стопе. Нет, нет, нет. Отменить. Знаете почему? Потому что я чуть-чуть отступил и неправильно я сделал вот так. Да, наверное. Лучше я в упор построю. Ну, правда, потому что... Ну, а что нам эти? Клеточка может пригодиться где-то. У меня потом какое-нибудь здание как раз не влезет. И я очень сильно расстроюсь. То есть, делаем так, делаем так и делаем, соответственно, вот так. Потому что мы это хотим залазить. Сюда не делаем, потому что нет смысла. Сделай вот эту клетку, будь так добр. Сюда тоже делаем. Нам это сейчас все очень сильно пригодится. И, наверное, я бы технологию выбрал еще, прямо чтобы было с кайфом. Вот 45, вот это стоит. Но я хочу вот это попробовать. Мы не сделали еще фабрику полимеров. Но мы сделали завод электроники. Наверное, не совсем целесообразно было. Полимеры чаще сейчас тратятся, чем электроника. Ну, ладно, разберемся. Я думаю, что сейчас на Сатурне найдем еще немножко науки. Плюс это там производят за какой-то мусор, да, я так понял. Меня это устраивает в целом. Здесь дело пошло, дело запущено. Ресурсы начали поступать. Надеюсь, что мне здесь работников хватит. Потому что я пока что не могу ниоткуда работников взять. Что у меня получается? У меня получается, что населения до сих пор не хватает. Да, правильно? 172 на 194. Ну да, все верно. Здесь 40, 40, 45. Здесь все нормально. Но неизвестно после постройки этой штуки, что получится. Ну вот, надо прочность восстановить. Ну, я как бы пытаюсь. Ребята, я в процессе. Сейчас ресурсы перевозятся с одних складов на другие. Потихонечку мы над этим работаем. Блин, есть такое ощущение, что я как бы хотел бы, наверное, еще один корабль. Именно грузовой. Потому что мы не успеваем сюда привозить. Ну, хотя вот 58 здесь есть, а здесь нету ни хрена. Он возит у меня что угодно. Ну-ка, давайте посмотрим, чем он занимается сейчас. Где ты, братишка? Вот ты что везешь? А, ты капсулы везешь. Ну, там приоритеты надо ставить, да? То есть подумать насчет приоритетов. Высокий. Все на высоком приоритете. Давай тогда мы тебе скажем, что вот это как бы не самый высокий приоритет. А еще что ты везешь? А, ну и полимеры последние, я так понимаю. Правильно? Ну, здесь капсулы еще остались. Короче, в приоритете сейчас железо. Высший приоритет давайте здесь поставим. Ему как раз не очень далеко. Хотелось бы какую-то технологию на увеличение емкости кораблей, да? Согласитесь, было бы круто. Или на увеличение количества кораблей, которые мы можем с вами держать. Ну, давайте, наверное, заказывать просто. Я закажу, наверное, в очередь вот эту вот историю. И потом вот этот домик. Непонятно, почему под вопросом. Наверное, что-то мы еще не открыли. А может быть, по миссии нужно что-то сделать для того, чтобы в этой истории победить. Но сейчас первостепенно это все равно корпус. Я полностью согласен с тем заданием, которое перед нами стоит. Ибо если этого не будет, не будет ничего. Что мы видим? Мы видим, что здесь построилось. Мы видим, что сейчас начнется ремонт корабля. Единственное, что, скорее всего, его надо будет включить. Я уберу ее лишнее, чтобы оно меня не путало. Вот это нам тоже не надо. Это все удалить. Ну-ка, покажи мне. Ремонт запущен, да? Я правильно понимаю? Минус 36. Да, ну вот ремонт вроде пошел. И плюс 44. Итого мы имеем доверие. Плюс 1,2. И оно на максимуме. Итого мы имеем плюс 44 емкости. Емкости прочности. Баланс за цикл плюс 44. Соответственно, значит, что скоро наш корабль себя будет хорошо чувствовать. И мы с вами выполним то самое задание, которое перед нами стояло. Цифры уже побежали вверх. Железо, что немаловажно, уже начало поступать на склад и потихонечку перевозить сюда. За счет наших перевозных роботов, перевозных, они держат баланс между двумя секторами. Но мне не нравится этот подход, на самом деле, с вот этим балансом. Не знаю. Мне бы хотелось, чтобы я просто мог перевести определенное количество в нужный момент. Хотя, может быть, тогда приходилось бы постоянно бегать между секторами. И тогда такой будет подход оправдан. Что касается пищи, вроде ее достаточно. Что касается населения, нам пока что его не хватает, но мы потихонечку размораживаем людей. Единственное, что я не понял, это рандом, да, соответственно, решает, какой будет человек в капсуле. Безработный или рабочий. Да, то есть это я на это никаким образом повлиять не могу. Думаю, что можно заказывать еще один зонд и в целом подводить на эту серию итог. Сделали мы достаточно на сегодня, я считаю, в скором времени, я уверен в этом, мы должны будем, наверное, в следующей части, еще добавить аккумуляторов и начинать кататься по галактике, чтобы нам было проще привозить ресурсы. То есть, чтобы это было просто быстрее. То есть, вся энергия будет использоваться, но нам нужно учитывать количество времени, которое мы можем запасти. Здесь, я так понимаю, мне тоже придется построить отдельные аккумуляторы, что, на мой взгляд, бред, потому что мы летаем на одном корабле. Вот, а не сектора летают по отдельности. Но это уж ладно, если просят, значит, будем делать. Ну, нам нужно сейчас будет налаживать полимеры, наверное, но в целом, как бы, Т-131 есть, мы их собираем. Здесь как-то неожиданно появился какой-то бездомный, что странно. Короче, ладно, понятно, эти значки будут постоянно появляться. Бездомный появился здесь, да, скорее всего. Ну, ладно, хрен-то с ним тоже. В общем, задача на следующий раз такая. Мы с вами делаем аккумуляторы, мы с вами двигаемся по галактике, пытаемся найти, наконец-то, вот эту вот хрень, потому что это основное задание, и мы без него дальше просто-напросто не уедем. Вам спасибо, что смотрели, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал, до новых встреч, и пока-пока.